Физкульт привет друзья и ученики! Сегодня интересная тема. И тема сегодня как раз таки не для тех, кто уже встал на правильный путь, кто уже тренируется, кто уже со всеми нами стоит на пути железного движения, самосовершенствования, как физического, так и духовного, а как раз таки для тех, кто только ищет себя. Очень часто мне задают вопрос, как изменить себя, как начать тренироваться, с чего начать, что изучать, как питаться, как тренироваться. Куча, куча вопросов вы сами прекрасно знаете, те, кто не так давно на этом пути. Друзья, если вы думаете, что для того, чтобы изменить себя, нужно начать правильно питаться, тренироваться, вести здоровый образ жизни, то вы ошибаетесь. На самом деле, сначала нужно определиться, на каком уровне физического, духовного, а скорее всего, а правильнее сказать, на каком этапе самопознания вы сейчас находитесь. Если вы просто понимаете, что вам нужно изменить свою жизнь, начать тренироваться, правильно питаться, это уже хорошо. Но если вы отдаленно где-то понимаете, что неплохо бы было заняться собой, своим питанием, своим телом, своим здоровьем, тоже неплохо, плохо, если вы вообще об этом не думаете. Так вот, в первую очередь нужно поменять свое сознание. Приведу вам простой пример с курением из моей личной жизни. Нет, я никогда не курил. У меня курил отец. И когда я был маленький, мама, сколько я помню, всю жизнь пилила, пилила его, когда ты бросишь курить, когда ты бросишь курить. И допилила его до того состояния, что ей самой уже надоело. И она просто забросила это дело, забив, скажем, на это. Что произошло в один прекрасный день? Мы все сидели, как сейчас помню, обедали. Был субботний день, очень хорошо, хорошая погода была. Мы ели борщ. И помню, мама спрашивает отца, что с тобой, что-то не так, что-то в тебе изменилось, я не пойму. Он охмыльнулся и сказал, я уже не курю почти 10 месяцев. Понимаете? Никто из нас этого не заметил, мама этого не заметила. Отец сам пришел к этому. Я очень много потом с ним разговаривал, мне рассказывал, что пока он сам не понял, не осознал, не захотел измениться, ничего на него не влияло. Как бы вам кто-то не говорил, что вам нужно похудеть, или что вам нужно поправить здоровье, или что вам нужно наоборот поправиться, либо какую-либо другую причину, которую вам нужно в себе изменить, никогда вы к этому не прислушаетесь, если не прислушаетесь к самому себе. Как начать менять себя? Это очень-очень сложный вопрос. И тема такая, что не дашь такого однозначного совета. Лично я посоветовал бы всем вам, парням и девчонкам, которые, может быть, пьют, может быть, курят, возможно, никогда не посещали никакую спортивную секцию, сесть как-нибудь вечерком с самим собой, чтобы больше никого не было, взять листок бумажки и написать, что есть у вас сейчас в жизни, чего вы хотели бы достичь, к чему вы стремитесь. Поймите, все, что не приносит нам радости, ощущения удовольствия, счастья, не будет долго в нашей жизни, особенно если это навязано извне. Поэтому нужно начать читать грамотные книги. Я не советую электронные книги, слушать книги. Книгу нужно держать в руках, нужно ее читать. Чтобы начать менять сознание, на мой взгляд, лучшая книга всех времен и народов – это учение Дона Хуана, написанное Карлосом Кастанедой. Я начал читать эти книги, когда мне было 14-15 лет вот в этом промежутке. Прочитал я все 11 томов более трех раз. Книги переворачивают сознание. Не стоит к ним относиться буквально, но все мировые эксперты говорят, что придумать такое невозможно, а если это писалось действительно просто как художественное произведение, то писал это не один институт, не сам Карлос сел и придумал и написал. Лично я склоняюсь к тому, что это настоящая история жизни, настоящая история действительно того, как устроен наш мир. И что самое интересное, современная физика, современная квантовая физика доказывает это. Почему? Потому что основная идея учения Дона Хуана в том, что все пропитано энергией и все является энергией. К чему, в принципе, приходит сейчас и физика. Кому интересно, сейчас очень много интересных видео на эту тему в интернете, советую вам с этим ознакомиться. Для тех же, кому эта книга может показаться сложной, а, к сожалению, таких будет большинство, прочитайте книгу «Подсознание может все». Это более такая упрощенная тема, упрощенный вариант Кастанеды. Еще более просто и своровано с Кастанеды это «Трансерфинг реальности» Вадима Зеланда. Тоже интересная книга, полностью перерассказывающая более простым языком учения Дона Хуана касательно именно намерения. Что такое намерение? Намерение в нашей жизни это все. Если у нас нет намерения, мы ни к чему не будем стремиться. Вот книжки, которые следует найти в первую очередь. Если же вы еще более простой человек и хотите прочитать действительно легкую, тоненькую, небольшую книгу, советую вам почитать книги внука Баха, Ричарда Баха. Называется книга «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. И еще одна книга, которая будет очень полезна, тоже этого автора, это «Иллюзии». Все остальное можно не читать, это уже более сложные, уже более развернутые материи и не столь нужные нам. Вот эти две книжки начнут вас переворачивать, начнут переворачивать ваш мир с ног на голову. И еще хочу сказать, если вы из тех людей, которые постоянно обещают себе измениться с понедельника, с нового месяца или, как сейчас, с нового года, то вам это будет просто крайне сложно, потому что вы человек с завтрашнего дня. А как известно, не существует ни завтра, ни вчера, есть только здесь и сейчас, вот этот данный момент, если говорить конкретно о намерении и о том, чтобы изменить себя. Конечно, как утверждает современная наука, как утверждает учение Дона Хуана, на самом деле вообще времени не существует, но мы об этом не будем говорить, чтобы никого не грузить. Вот это список литературы, который я советую, настоятельно советую вам изучить. Вы получите определенное удовольствие от чтения и будете получать определенные знания. И ваш мозг начнет потихонечку, потихонечку работать, задумываться и двигать вас в правильном направлении. Параллельно этому или после этого следует начать изучать книги, журналы, статьи о правильном питании. Если кто-то думает, что правильное питание – это диета, нет, друзья, диета для больных людей. Мы с вами здоровые люди, нам диета не нужна. Все, что нам с вами нужно, это понимать, что такое белки, что такое жиры, что такое углеводы. Самое главное – понимать, что нашему организму нужны и первое, и второе, и третье. Это я не говорю сейчас про борщ, картошку с котлетой и компот. Нет, это ни в коем случае не стоит делать, так питаться не стоит. Говоря о первом, втором и третьем, я говорю, конечно же, о ВЖУ – белках, жирах и углеводах, которые крайне необходимы всем нам для того, чтобы организм полноценно развивался, питался, полноценно существовал. Потому что все эти три нутриента крайне необходимы нам. И нужно понимать, что это такое. Ни в коем случае нельзя отказываться ни от одного, ни от другого, ни от третьего. Ни в коем случае не надо бояться холестерина. Кто не знает, холестерин крайне полезен. И современная медицина доказывает, что высокий уровень холестерина гораздо лучше и безопаснее, чем низкий уровень. Тот, кто верит до сих пор, что холестерин – это причина атеросклеротических бляшек, просто глуп. Холестерин ни в коем случае, ни в коей мере не вредит вашим сосудам. Мало у вас холестерина, много у вас холестерина. Если вы неправильно питаетесь, сосуды ваши будут повреждаться. Если вы их не тренируете, если вы ведете пассивный образ жизни, сосуды ваши будут разрушаться, повреждаться. И повторюсь, не важно, даже если у вас очень низкий уровень холестерина, все равно холестерин будет закупаривать сосуды. Потому что холестерин лечит сосуды. Как раз-таки поврежденные сосуды холестерин лечит. Если это происходит постоянно, происходит закупорка, грубо говоря. Что еще нужно знать? Нужно знать, что холестерин для мужчины крайне необходим. Потому что без холестерина не будут вырабатываться мужские гормоны. Без мужских гормонов не будет нормальной, полноценной, хорошей, счастливой жизни. Ни вам, ни вашей жене, вашей подруге. Внутренности наших легких целиком и полностью выстелены слоем холестерина. И если говорить о холестерине, то это займет очень много времени. У меня есть отдельное видео об этом. И статья советую, настоятельно рекомендую вам изучить. На чем мы остановились? На питании. Так вот, друзья, питание не обязательно должно быть разнообразным, как думают многие. Главное в питании полноценность. Если вы хотите быть вегетарианцем, если вы хотите быть каким-то еще аскетом, я, к сожалению, не могу вам помочь, потому что сам не имею такого опыта. Мне, естественно, очень жаль зверушек всех. Но я не могу отказаться от мяса. Не могу чисто на физическом уровне пока. Возможно, когда-то я к этому приду. Пока же нет. Единственное, что я знаю, вегетарианцам крайне важно следить за аминокислотным составом, который вы будете потреблять. А отказавшись от мяса, яиц, рыбы, вы полностью лишаете себя аминокислот. Если многие говорят, что там в гречке, в крупах, там еще где-то полно аминокислот, ошибаетесь. Это разные аминокислоты и их вам крайне не хватит. Ни в коем случае не советую садить детей на такое. Нельзя быть ребенку вегетарианцем, если родители не вегетарианцы. И вообще, если вы ничего об этом не знаете. Мой совет, хотите, чтобы как-то вы компенсировали свои аминокислоты, которые вы лишаете себя, отказавшись от мяса, обязательно хотя бы одно-два авокадо в день вы должны съедать. Потому что в авокадо находится максимально приближенный состав аминокислот, который находится в мясе. Еще раз, тысячу раз подумайте перед тем, как делать такое с собой и тем более со своими детьми. Питание. Все, что вам нужно знать, очень и очень просто. Расписано в моих статьях, есть в книгах, есть у других авторов и блогеров. И это на самом деле не сложно. Не пытайтесь изучать что-то очень сложное. Главное понимать, нужно полноценно питаться минимум 4 раза в день, для того, чтобы не набирать жиры, для того, чтобы ваш организм имел достаточное количество энергии. Нельзя понижать свою калорийность ниже определенной нормы. Обычно это 1200-1500 калорий в день. Почему? Потому что начнутся непоправимые процессы в организме, связанные с вашим здоровьем. Никому это не нужно. Лучше увеличивать расход энергии. Опять-таки с помощью упражнений. Следующее, что нужно понимать, когда вы уже разберетесь с самим собой, немножечко начнете разбираться в питании, необходимо как раз-таки заняться вопросом тренинга. Перед тем, как пойти в тренажерный зал или заняться чем-либо другим, необходимо изучить досконально данную тему. Хотя бы на начальном уровне. Знать, какие мышцы существуют. Знать, как они работают. Немножечко изучить физиологию. Для этого подходят разные сейчас современные учебники. Очень-очень популярные в плане доступности. Есть книжка, я вот сейчас ее тоже заказал, жду. Анатомия, силовая анатомия. Есть книги известных иностранных авторов. Вот очень хороший бестселлер. Фредерико де Лавье. Для мужчин, для женщин. Анатомия силовых упражнений. Очень много подобной литературы на русском, на английском. И это настоятельно вам рекомендую изучить перед тем, как пойти в тренажерный зал. Почему? Потому что сейчас очень много информации, которая действительно может вам только навредить. К примеру, говорят, что нельзя делать базу. Нет, как раз таки нужно начинать с базы. Но, естественно, с разучивания техники. Если вы пойдете и начнете тренироваться в тренажерах, вы ничего хорошего от этого не получите в плане дальнейшей перспективы, дальнейшего развития. Потому что, если особенно тренажеры будут изолированы, вы будете прокачивать отдельно бицепс, трицепс или дельту. Нужно понимать, чего не понимает огромное количество псевдоинструкторов. Наши мышцы работают в совокупности. Именно поэтому базовые упражнения так важны и дают такой эффект. Наш организм практически никогда не выполняет движения изолировано одной какой-то мышцей. И вот это причина того, почему нужно тренироваться в базовых упражнениях. А базовые упражнения это то, при котором задействуется несколько групп мышц. Просто было доказано, я постоянно изучаю спортивную медицину, спортивную практику. У меня очень много друзей среди профессионалов в американском футболе, в хоккее. Со всеми я естественно общаюсь на тему физической подготовки. И как раз таки все они приседают, делают тяги, подтягиваются, отжимаются на брусьях. И практически никто не качает бицепс, не качает трицепс отдельно. Почему? Как раз таки по той причине, что нарушается координация. Если вам кто-то говорит, надо сначала укрепить мышцы в тренажере, а потом научиться приседать, то человек просто дебил. На самом деле вы настолько отодвигаете и мешаете себе, что говорить об этом просто смешно. Реально. Именно поэтому я настоятельно рекомендую всем быть грамотным в этом деле. Чтобы не навредить себе, чтобы не слушать всяких псевдоинструкторов, которых тем более на ютюбе развелось очень и очень много. И конечно не стоит верить напрямую мне. Хотя вы смотрите мой ролик. Нужно изучать, изучать, изучать и самому, если у вас есть серое вещество в черепной коробке, и доходить логическим путем, почему нужна база, как ее делать. Кстати, у меня есть статьи, которые называются «Ступени» в абсолютно бесплатном доступе на моем сайте hmgym.ru, и которые расписаны практически на два года пошагово, со всеми рекомендациями, как грамотно тренироваться. Настоятельно рекомендую изучить. Какие книги я еще советую прочитать девушкам и тем, кто хочет быть грамотным инструктором? Ну, во-первых, Арина Скоромная выпустила прекрасную книгу. Вот она мне прислала ее даже в подарок, за что ей огромное спасибо. Настоятельно рекомендую изучить эту книжку. Потом книжка, которая мне очень понравится и понравится очень многим девчонкам, особенно тем, кто далек от прекрасной формы, называется она «Жопа». Извините за выражение. Написала ее Лена Миро, которая тоже была когда-то полной, и которая с прекрасными юморами, шутками пишет о себе, о фитнесе, о здоровом образе жизни. Найдите ее, прочитайте, будете очень удивлены и получите удовольствие от чтения. Редко такое бывает, особенно, когда люди говорят о чем-то серьезном. Прекрасная книга тоже «Стрейдж тренинг», но я ее нашел только на английском. Здесь практически расписаны все, какие только есть упражнения, которые будут вам прекрасно помогать. Это опять-таки анатомия силовых упражнений. Вот книжка в современном издании «Современные физиологи и спортивные лучшие инструктора Америки и мира» выпустили шикарную книгу, которая называется «Периодизация. Тренинг для спорта». Это просто шедевр. Здесь целиком и полностью дана и обоснована система периодизации. Кто хочет быть грамотным, найдите эту книгу на английском, либо на русском, если она есть в переводе, я думаю, что должна быть, и изучайте ее. Еще есть отличная книга, которую вы можете купить через Амазон. Она называется «Персональный фитнес-тренинг». Этой книгой пользуется одна из лучших систем обучения фитнес-тренеров в Америке. И именно по этому учебнику они тренируются. Она в свободном доступе. БУ стоит, там, можно даже, наверное, долларов за 15 ее купить. Шикарная книга. И всегда вы можете найти журналы. В России мой любимый журнал был всегда «Железный мир». Особенно ранние журналы. Находите, читайте. Очень много полезной информации, разнообразной информации. Для парней и для девчонок. Почему нужно читать книги? Во-первых, вы будете развивать свой мозг. Во-вторых, вам будет крайне полезно, интересно. И это работа самим собой над собой. Поверьте мне, когда вы берете в руки книгу, читаете ее, это как магия, которая будет менять и вас. Еще, что я хочу порекомендовать абсолютно всем. Начните играть в шахматы. Играйте в шахматы хотя бы по выходным. Найдите себе партнера. Или с женой играйте, с мужем, с подругой, с детьми. Это будет крайне полезно детям и вам. Если вы будете это делать, то мозг будет развиваться. Доказано, что шахматы, изучение языков новых для себя, это две самых лучших программы тренинга мозга на любом уровне. И когда вы будете делать эти две вещи, играть в шахматы и изучать иностранный язык, вы просто будете поражены, насколько будет меняться ваш мозг. А это будет чувствоваться в вашем отношении именно в теле. Начнутся улучшения и со здоровьем. Вы будете себя лучше чувствовать, тонус ваших мышц и вообще жизненная энергия поднимутся. Друзья, ничего сложного. Сначала найдите себя. Сначала поймите внутри себя необходимость и тягу, намерение измениться. Если вы это почувствуете, то не нужен вам никакой тренер, никакой наставник. Никто вас уже никогда не остановит. Всегда старайтесь думать головой. Изучайте любую доступную информацию. Сейчас ее более чем достаточно. И, конечно же, если у вас возникают какие-то вопросы, пишите их в комментариях. На все адекватные комментарии и вопросы я отвечаю. Единственное, где не задавайте вопросы мне, это на сайте. На сайте есть комментарии только для отзывов и пожеланий. И не обижайтесь, если я вам там не отвечаю. Все вопросы в Инстаграм, во всех группах в моих соцсетях. И, конечно же, на канале, который вы сейчас смотрите, будут освещены в эфире, либо выйдут в виде статей. А обычно сначала выходит статья, а потом через какое-то время выходит и видеоролик. Если у вас есть какие-то серьезные вопросы, которые вы хотите увидеть в следующих роликах в рубрике «Вопрос-ответ», также пишите в рубрику «Вопрос-ответ» и свой вопрос. Друзья, надеюсь, вам было интересно, надеюсь, вы получили что-то полезное. И, как всегда, увидимся в следующий раз, надеюсь, что в тренажерном зале. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok